Всем привет, друзья! Вы на канале компании Priority Auto, автомобили и спецтехника с аукционов Японии. Сегодня мы снова около порта, это значит, нас ждет очередной большой вывоз, точнее, первая часть большого вывоза, где мы вывезем 5 автомобилей. Все 5 автомобилей у нас успели поучаствовать в акции на сигнализацию, поэтому повезем их прямиком к нашему электрику. Знакомимся с ценами на эти автомобили напрямую с аукционов и установим бесплатные сигнализации от Pandora. Друзья, есть 3 способа, как вывезти автомобили из портов города Владивостока. Если у вас в одном месте там стоит 5 автомобилей, то можно элементарно вызвать автовоз, буквально на 5-6 машин, и он отвезет там, допустим, на нашу стоянку, либо к электрику, где мы установим сигнализации. Второй способ это вызвать эвакуатор на каждую машину, допустим, если у вас всего их 2 и надо их вывезти, то вызывается эвакуатор, вывозится машина. Ну и третий способ приехать лично, забрать и отвезти куда нужно. Третий способ наиболее для нас сегодня интересен, чтобы сразу посмотреть эти машинки в процессе вывоза. Ну и первым делом выезжает у нас Fit гибрид GP5 в комплектации S. У него тут по замечаниям были замятости, это по аукционнику. Так, в принципе, все хорошо. Значит, сейчас будем выезжать и дальше смотреть. Опа, хондовские штучки, то есть. Друзья, самая дорогая, нет, не самая дорогая, самая дорогая у нас RS-комплектация, но вот здесь самая дорогая на роботе, то есть гибридная версия, фита в S-комплектации, но S-комплектация у нас не полукожая, здесь просто вот такой интересный салон с красными прострочками. И данные комплектации самые дорогие из фитов гибридов. И этот фит для нашей клиентки с города Читы сейчас отправляется на установку сигнализации. Это четвертый, четвертый автомобиль по акции, который попал. Да, друзья, если вы поучаствовали в нашей акции, получили уже свой автомобиль, не забывайте обязательно оставить отзыв на местном сайте Владивостока, так как это важно для клиентов, которые в будущем захотят заказать у нас автомобиль. То есть мы свои обещания выполняем. Сейчас, кстати, у нас уже вроде должна идти акция, так как это видео выходит не день в день. Новая акция для гибридных автомобилей. То есть при заказе его до конца декабря, по приходу автомобиля в Владивосток, обслуживание гибрида абсолютно бесплатно. То есть замена масел, фильтров и проверка вообще электрической части автомобиля. Друзья, дальше выезжает Toyota Aqua 2015 года. У нас 65 тысяч километров пробег. Комплектация S. Это что, японец мечтал от GS походу? Наклеил наклеечку. Машинка у нас должна быть в идеале на дисках. Ну, с аукциоником у нас все стреляет. Тут по замечаниям B3 сильно. Сейчас мы еще рассмотрим. Здесь она преувеличена. Поэтому рассмотрим. Так, поэтому мы ее забираем. Очень холодно, друзья. Сейчас она чуть-чуть погреется и поедем. Всего 65 тысяч километров пробег у машины. Мультируль, не кожаный. То есть не штатная магнитола. Страда стоит, Panasonic. Кнопка старт-стоп. Подогревов нету никаких. Но комплектация средняя. То есть, ну, хотя мы получаем кнопку, то у них бывают средних ключи. Поэтому, в принципе, хорошая. Но тут больше за пробег можно эту машину рассматривать. Ну и, в принципе, из-за пробега у нее повыше цена получилась. Здесь вот, кстати, пищалки есть. Не во всех комплектациях тоже они есть. И вышла данная комплектация с таким пробегом. Сейчас рассмотрим еще аукционник. 685 тысяч рублей примерно. Обе машинки, что Fit, что Aqua, пришли с более южных районов Японии. Поэтому они еще на лете. И омывайка в бачках не замерзайка, а вода обычная. Поэтому она замерзла. Но снегов у нас в городе особо нету. А те, что были, растаяли. Пробежимся по замечаниям. Пока правое, левое крыло переднее. И левая дверь пассажирская крашена. Но это незаметная покраска. То есть, видимых потеков там чего-то нет. Возможно, толфинометр показал, что есть сиклой краски. Вот. B3 у нас на двери. Я напоминаю, что это аукцион CAA. Да, вот он CAA и аукцион. И чтобы узнали, вот как оценивать CAA. Вот здесь, знаете, такая подскос какая-то царапина. И ее можно полирнуть, и будет меньше ее. Но оценили B3. АB3 это сильная вмятина. Вот у меня приходил Lexus. У него тут вот такая сильная царапина глубокая была. Но и тут тоже приценили B3. То есть, все зависит, конечно же, от инспектора. А приходили с одного аукциона. То есть, оба CAA были. Только у меня инспектор оценил, как есть. А тут очень строго оценили у машины это. Здесь мы видим, что оптика у нас не прям как обычная АКВА. Здесь у нас добывается такая полоска. Типа светодиодная. Но на самом деле, скорее всего, там лампочка стоит. Лицовая оптика. Туманки. То есть, довольно хорошая комплектация. Они у всех даже джишек есть туманки. Это у нас рестайлинг. Видим по стопам. Также по морде можно понять. И данный вариант с пробегом 65 тысяч километров. Оценкой 3,5 балла. Вот такой вот хорошей оптикой. Туманками. Пришел на лете. Диски у него нештатные. Летишка хорошая. Бесключевой доступ. Кнопка старт-стоп. Ну, салон, как у обычной эски. Мультируль. Не кожаный. И такой вариант обошелся в 685-690 тысяч рублей. Ну, здесь, в этом случае, мы переплачиваем, грубо говоря, за пробег. Как я уже и говорил, что в Японии, если машина гибридная и у нее маленький пробег, то цена у нее очень хорошо растет. Поэтому, в этом случае, мы переплачиваем за пробег. Состояние тут, в принципе, все хорошо. Там есть покрашенные детали и под полировочку детали. А так красивая оптика. Ну, в принципе, вариант на эти деньги, я считаю. Ну, и фиточек, то есть, вместе они остаются. Вот, Аква у нас там встала. И фиточек остаются на установке сигналки сразу. Здесь у нас тоже оценка 3,5 балла. У нас самая жирная комплектация из фитов. Туманки есть. Но не во всех ДЖС как туманки. Это у нас как опция. Бесключевой доступ с двух сторон. Аукционник имеется. То есть, у нас здесь самое серьезное замечание. Это на крышке багажника. То есть, есть какие-то мелкие кодки по периметру, по крыше. Но ничего не видно. Вот самое большое я увидел на крышке багажника. То есть, а так по салону Б, по кузову Б. То есть, ну, вот эти отметки есть, да. Они как бы где-то, возможно, их заметили под лупой. Ну, поэтому в целом получил Б по кузову данный фит. Потому что по крыше я ничего не наблюдаю. А вот здесь, на крышке багажника, конечно, вот сразу мы видим, что есть замятость. Но без покраски ее можно выпрямить. Так, в целом, по правой стороне тоже были какие-то небольшие. А вот здесь, возможно, чуть-чуть есть. Но это все мелочи, как бы. И фит в данной комплектации. Эско по салону Б, по кузову Б. Туманки. Гибрид. Передний привод. Пробег 42 тысячи километров. У нас чуть больше. Получается 43 тысячи километров. Очень хорошее состояние. Мультируль кожаный. То есть, еще раз, кто не видел Эску, вот такой у нее салончик. То есть, красные прострочки. Так исполнен, но не полукожа даже. Также в дверных картах вот эта прострочка. Хорошая комплектация. Многим нравится. Многие им на Эску хотят. Здесь есть круиз-контроль. Управление аудиосистемой. То есть, ну, достаточно жирный. Есть спорт-режим. Здесь стоит штатная магнитола, кстати. И темный потолок, чем характерная Эско, кстати, еще. И данный вариант обошелся в 830 тысяч рублей. Я напоминаю, что люди эти у нас участвуют в акции. И в эту сумму уже входит как комиссия компании, так и установка сигнализации Пандора. Которую чаще всего спрашивают с основными опциями. Автозапуск, обратная связь. Красивый брелочек. И температуру. Заряд аккумулятора еще показывает. И температуру за бортом. Итак, две машины на месте. И мы отправляемся еще за парой машин. Третий экземпляр на сегодня это Nissan AD. Чисто рабочая лошадка. Такая 2015 года с объемом двигателя полтора литра. Обошлась она всего ничего в 390 тысяч рублей. Аккумулятор севший. Но мы ее сейчас прикурим. Нештатная магнитола стоит. Обычный такой климат. Ну, рабочая лошадка, как сказать. Все, завели 113 тысяч, почти 114 тысяч километров пробега. Nissan AD более дешевая версия пробокса, я бы сказал. Здесь у нас все стеклоподъемники ручные. То есть, вот такие крутилки у нас здесь стоят. Стекла не на электроприводе. Настраиваются также вручную. По переводу было достаточно много замечаний. Так как и отметок на схеме. Есть крашеные детали, замененное крылой. Ну и в целом мелкие царапки остальное. Ну а так, в целом, неплохой автомобиль. То есть, нуждается в чистке по салону. Ну а так, в принципе, порезов по сидушкам и прожогам не наблюдаю. Как и панельки, есть какое-то небольшое, немного загрязнение по панельке только и все. Ну и по кузову глобальных замечаний нет. Стоит он на штамповках, на заводской. Летняя резина у нас докатать следующий сезончик. Целая оптика, то есть, не разбито, ничего не затуманено. Все хорошо. Лобовое также все целое. То есть, ну, что придираться уже сильно к рабочей машине. Есть камера заднего хода. Багажник у нас большой. Даже побольше, чем в пробоксе, я бы сказал. Весь набор есть. Ухо, баллонник и сам домкрат. Так, в принципе, все. Запаска у нас снизу. Такой вот рабочий автомобиль. Соценка 3,5 балла. Передний привод. Полторашка обошелся. 390 тысяч рублей со всеми расходами до Владивостока. То есть, кому-то, возможно, будет интересен такого плана автомобиль. Ну и следующий автомобиль, четвертый на сегодня. Honda Freed 2010 года. С передним приводом полторашка. У нас обычный Freed. Электродверь. Получается у нас, ну, достаточно много мест. Три, шесть, восемь мест у нас, в общем, получается в данной комплектации. Одна электродверь. Нештатная магнитола. Ничего необычного. То есть, обычный салон тканевый. Есть наборчик хондовский какой-то. Здесь у нас какая-то полиролька. Возможно, есть жидкое стекло какое-нибудь. Ну, Honda часто такими вложениями радует. Что не скажешь о Тойоте. То есть, чем-то нужно подкупать клиентов. Есть буфер у нас. Но у меня такое ощущение, что это что-то из нештатного. Здесь либо колонка, либо буфер стоит. А, это колонки, скорее всего, с двух сторон. То есть, мне кажется, это что-то нештатное. Но всякое бывает. Пришел на штатном хондовском литье. Но на самом деле, меня сегодня не радует резина на машинах. Вся летняя и вся уже убитая, считай. Если бы сейчас был конец лета, еще можно было докатать на ней. А сейчас ее только на зиму и перебывать. И выкидывать. Ну, в общем, Honda Free 2010 год. 8 мест, полторашка. Пробег 100 тысяч километров. Оценка 3,5 балла. У нас, получается, ключевой доступ. Не кнопка старт-стоп. С ключа заводится. Особых плюшек нет. И с кнопкой Aero Glonass данный автомобиль обошелся в 660 тысяч рублей. Очень много фридов сейчас едет. Как спайков. Как гибридных, так и не гибридных. Разных годов. От 10 до 15. Люди берут. Людям нравится такой вот самый доступный, я бы сказал, минивенчик на сегодня. Так, состояние у машины хорошее. 3,5 балла. Но по кузову замечаний минимум. Пробег у нас 100 тысяч километров по салону B, по кузову B. То есть, состояние, в принципе, у автомобиля хорошее. Единственное, что комплектация у нас довольно простая. Единственное, что у нас ключ немного сломан. Но, возможно, ждем второй. Ну и крайний на сегодня вариант. Toyota Passa. Один из самых доступных автомобилей на сегодня. У нас одна из самых интересных комплектаций у данной модели автомобиля. Это HANA+. Если кто знает, напишите в комментариях, чем выделяется эта комплектация среди других комплектаций этих моделей. Так как довольно жирных каких-то комплектаций у Passa, в принципе, ну не было. Напишите свой вариант в комментарии. Крайний автомобиль на сегодня доехал у нас до электрика. Где также на него будет установлена сигнализация в подарок по акции. 2010 год. Один литр объем. Передний привод. Оценка 4 балла. Пробег 66 тысяч километров. Комплектация HANA+. 66 тысяч километров. Аукционный лист. Даже 2. Оценка 4. По салону B. Очень хорошее состояние. Мелкие коцки по периметру кузова. Самые сильные это на переднем бампере А3. Вот такой вот салончик тканевый. То есть у нас есть подлокотник. Кто не знал, посередине в переднем ряду сидений. Между водителем и пассажиром. Ну и задний ряд. То есть без подлокотника 3 места. Небольшой багажник с запаской. То есть сюда влазит докатка вот на всякий пожарный случай. И такой автомобиль с пробегом 66 тысяч километров. Передний привод литр. 2010 год. Еще раз повторяю. Вышел в 390 тысяч рублей. Как по мне, отличная цена за такой автомобиль в такой комплектации. Здесь у нас линзовая оптика. То есть как одна из отличающих черта комплектации HANA+. Линзовая оптика и туманки в бампере стоят. То есть как я и говорил, самые сильные царапины. Это вот здесь на бампере. С двух сторон есть царапины сильные. Но в принципе их даже не видно. Можно попробовать полирнуть. Возможно, его уйдут. Уши серые. Ручки у нас серые. То есть есть все же отличия у данной комплектации от более простых. Так же пришла на лете. Но здесь уже более хорошая. Думаю, даже на сезон этого лета хватит. На следующий сезон. Чтобы пригодится еще владельцу. У данного автомобиля 69 лошадиных сил. И по городу он будет жрать примерно 3-4 литра на 100 километров. Здесь такой вот городской мини-мобиль. Друзья, по нам постепенно начинают бить морозы. Становится все холоднее. Ну а вам спасибо большое за просмотр данного видео. Обязательно напишите, какой автомобиль вам понравился больше всего. И подошел бы именно вам. Надеюсь, что сегодняшний небольшой обзор автомобилей и цен на эти автомобили напрямую с аукционов Японии оказался для вас полезным. Обязательно поставьте лайк этого видео. Поделитесь с друзьями. Кто еще не подписан на наш канал, мы всем рады. Я всем желаю удачи. Пока. Приорити Авто. Автомобили и спецтехника из Японии. Напрямую с аукционов. Без посредников и переплат. Полное сопровождение. От подбора автомобиля, надежной доставки до оформления документов. Звоните 248 55 15. Продолжение следует... Продолжение следует...